которых я приглашаю на фестиваль, они откликаются. И вот у нас Анатолий, Анатолий Розенберг. А вот, Анатолий, приветствуем вас. Вер, а что, не было звука в микрофоне? А вот сейчас все есть. Я только хотела рассказать всем, что Анатолий у нас будет через WhatsApp. И в это мгновение, в мгновение волшебной палочки директора Всевышнего, потому что мне надо рассказать эту историю, чтобы народ знал. Чтобы народ знал, да, что такое подобное. 42 минуты, вот, кстати, ММГ, 42, это есть такая молитва, Анна Бекуа, которая называется 42. Вот, ровно, секунду в секунду, все эти 42 минуты мы с Анатолием решали, как же войти в Zoom, технически, да. Я говорю, аллилуйя, аллилуйя. Анатолий, приветствуем. Такой большой... Я просто отключил звук, чтобы мне ничего не мешало в телефоне. Я прошу прощения. Все хорошо. Слушаем вас. Значит, добрый день всем. И в обязательном порядке хочу сказать несколько слов. Я уже знал, что мне позвонят. Сейчас, секунду. У меня была настройка сегодня в 4 утра, в 4 утра 33 минуты. У меня была особая настройка, и пришло такое приветствие моих друзей, моих великих, моих великих серофимов, которые сегодня со мной работают. У меня 7 серофимов, которые наверху работают. Не важно. Важно, что они сказали. Есть несколько вещей. Значит, первое – это единое. Надо объединяться. Надо нам, светлым, хорошим, добрым. И, Нина, спасибо огромное, что пригласили. Это вообще великое счастье – объединяться. Потому что, если мы не будем объединяться, если мы будем разрознены в виртуальном пространстве, физическом, неважно. Сейчас физическое сложно, значит, в виртуальном пространстве. Второе – это контроль святости собственного «я». Это то, что мне пришло. Значит, ну, мы это тоже хорошо все понимаем, кто работает. Потому что тот, кто не контролирует собственное «я», получает абсолютный хаос. С этим хаосом очень сложно справиться. Хотя некоторые говорят, иногда в хаосе я тоже получаю какие-то ответы. И третье, что очень важно, это еда. Потому что от еды физической, конкретной, которую мы употребляем, кроме солнечной, тоже очень многое зависит. Наше, в первую очередь, физическое и духовное здоровье. Это, вот тут перечень идет конкретно. Это простокваша, как это ни странно. Петрушка, каши, морковь и всякие шейки, которые вы любите, с ягодами. Ну, вот, в принципе, такое мое приветствие вам. И мой любимейший из самых любимых писателей, Ричард Бак, написал такую вещь, которая называется «Единая». Вот я призываю единства к единому, высшему я. Амэн. Амэн. Теперь можно что-то петь уже, что ли? Да, да. Будьте любезны. Можно петь. Ну, первое, что я подготовил, это глазовой портрет и голос, соединяющий три величины. Это муза, портрет музы, портрет земле и портрет небу. Значит, задачи и те конкретные программы, которые будут сегодня звучать, портрет будет маленьким, я не буду делать его большим, это против опускания в нижние миры. Это очень важный момент, потому что некоторые люди поднимаются вверх, а золотую середину не всегда соблюдают. И тут как раз против опускания в нижние миры, как раз к этой золотой середине я призываю. И кто захочет, я в дальнейшем смогу в зуме спеть конкретно каждому, так сказать, голосовой портрет, который идет от высших. Ну, в общем, я начинаю. С Богом. С Богом. Значит, так. Всем сесть, расслабиться, закрыть глаза, настроиться на сердечную чакру. Зеленое яблоко, представляем себе, как раз зеленое, такой ярко-зеленого цвета, с особенным вкусом. С золотым сечением внутренним, с внутренней и серебряной спиралью и золотым ореолом. В принципе, это все. Ну, цели и задачи я уже обозначил, так что я начинаю. Гармонизация внутреннего и внешнего пространства, внутренняя абсолютная тишина и внутренняя бесконечная сила. Гармонизация внутреннего и внешнего пространства. Золотым сечением внутреннего и внешнего пространства. Гармонизация внутреннего и внешнего пространства. Гармонизация внутреннего и внешнего пространства. Гармонизация внутреннего и внешнего пространства. Субтитры подогнал «Симон» 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 Я вас очень благодарю, такой широкий диапазон, при том, что, конечно, зум, он съедает процентов 20. Да, да, там очень много частот убирается, поэтому… Да, да, да. Я до сих пор чувствую такую вот тонкость, такую струну из сердца. Да, да, да. И знаете, изначально вот это был такой, ну, ты сейчас чувствуешь, это холодок, это не жар, там такой, это прям такой вот, ну, это холодок. Он такой спиральный, это и струна, и спираль, и такая тонкость, знаете, как будто вы провели такую тонкость, такую… Да, да, да. И так вот, вы знаете, у меня был опыт, ну, вот с шаманами, да, и когда вот этот, когда они поют, играют, и вот тоже слышу, что вы проводник вот проводите. Да, да, да. Я вижу эту чистоту, я вижу эту тонкость, у меня сердце бьется, да, и, ну, я не скажу, что я там, что я увидела, да, вот, я чувствую, вот, я чувствую вот эту ниточку, я даже не знаю, как, куда она ведет на самом деле. Ну, вот, и она такая, вот, она такая вот серебряная. Именно. И такое… Такая тишина, наверное, да, вот, и тишина… Да, и один из моментов моих, так сказать, циклов и голосовых портретов – это тонкая тишина, которая была в наших библейских талмудах, описанных в Туре, в частности. Это тончайшая тишина, это как раз тот момент, из чего возрождался мир, и который существует с нами и вне нас, и с которым мы должны быть, и Нина часто говорит, в одной чистоте. Это слова Нины, в одной божественной чистоте. Вот то, что, собственно говоря, происходит. Это не моя заслуга, это заслуга – это дар свыше. Если вы зайдете на Фейсбук, у меня там есть голосовой портрет, «Артика голос» называется, он уже, так сказать, существует 2016-04 года. И там этот портрет, основная работа производится в направлении очищения, в первую очередь, детей, болеющей онкологией. Снимается абсолютная боль, и это не для оздоровления, а для снятия боли. А для оздоровления конкретно, это для каждого человека, который поется голосовой портрет, и если он хочет с этим работать, он получает соответственность. Я посмотрю обязательно. Вы знаете, сейчас прям вот я чувствую, у меня расходится вот это сердце. Это как, знаете, капля святости, капля Бога попадает в организм, и она как наночастицы быстренько, так сказать, распространяется везде, и начинает работать. И вы знаете, я теперь споймала это состояние, какой-то холодок, вот когда в жару, вот когда жарко, да, и вот когда вот это такой благодатный такой вот. Да, 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 озон начинает. Да, 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 вот это оно. После дождя дождь, и как раз после дождя очищение абсолютно. Это да, да, это состояние начало. Да, да, озон духа. Да, благодарю, благодарю за обратное внимание. И, как сказать, по ходу движения, да, дополнение, то, что ты получила от Серафима, да, что личная, ценность личная, личное присутствие здесь. Правильно я поняла? Да, конечно. И вот это не, как сказать, это не наша заслуга, это дар, да. То, что ты сказал, конечно. Но, и, и, без но. Принять этот дар, я тебе вторю, да, потому что воспринимается послание конкретно в жизни. Да, дар это дар. А, принять этот дар, получить, получу этому, да, принять, принять этот дар, это уже наше. Да. Это уже наше. Вот это вот здесь вот влияние и соединение, да, не отстранять себя, вот это Бог дал, а я тут ни при чём. Нет, нет, нет. Это, естественно, за принятие. Каждый мой дар, классно, с каждым твоим словом, с каждой твоей буквы. Да, родной мой, да. Принять этот дар, это наша здесь работа. Да. Вот, и в соответствии, соответственно ответу вот в этих частотах, потому что не можешь в какое-то дырявое корыто принять такой дар, да. То есть мы выстраиваем свой инструмент, чтобы он звучал в этих частотах. Это уже наша ответственность. Да, да, да. Приятие. И тут полное отсутствие любого вида критики разрушающей. То, что Анафитов подчеркнул. И тогда, потому что это сердце, оно любящее поле. Оно не карающее. Мы сами, чтобы, когда мы сами к себе относимся бескорыстно, то есть не подставляемся, не подставляем себя. Как вот драгоценность, что мы дорожение, не дрожание над собой, а дорожение собой, как неотъемлемой частичкой поля любви, единого поля любви. И вот это объединение, это не распотребсоюз. Это единение благодаря присутствию в полости сознания в этой частоте. И вот это базовая основа, вот это 0 и 8, вот это база. И когда наш корень земной соединяется с нашим божественным корнем и проявляется, это здесь база. База земля, это база жизни, это земля живых, это для жизни. И это несет народ, который стал вертикаль в переводе с русского языка на иврит, это Израиль. Это вертикаль. Я уже с русского перевожу на иврит, потому что это коды, которые даны при выходе из Египта, как говорится. И это сознание человечества, которое осознает свою божественную природу и эту природу проявляет в своей земной природе. Воплоти в теле физическом, которым да, радуется видеть, слышать, чувствовать, вкушать и так далее. Внимательно. Спасибо всем. Я внимательно. Не, 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 не. Благодаря, не отпускаем, Анатолий. Всего, конечно, доброго. Я не упасу, я не паню. Нет, я благодарю, так же, как и высших, и так же, как всех присутствующих, и всех, которые с нами конкретно в физическом варианте, виртуальном. И все, которые с нами не в физическом, не в виртуальном варианте, и все равно они с нами. И всех благодарю. Потому что есть много очень я, высших я, которые сегодня присутствуют при нашем вообще. Внимательно слушаем. Ну, теперь я хотел бы, конечно, если есть такая возможность, если кто-то захочет из присутствующих, я могу спеть конкретный портрет кому-то из желающих. Ленина, хочешь? Я знаю, что Ленина хочет. Если Галина Минжинская виситут. Галиночка, ты слышишь? Сейчас, секундочку, родная. Если ты не против, Анатолий спросил, что хочет Ленина. Я хочу сейчас, я включу видео. Да, да. Анатолий задал мне вопрос, что... Я слушаю Анатолия и слушаю Ениночку. Все, я включаю видео. Да. Я встав в такое... Ой, я благодарю. Благодарю просто бесценный дар Анатолия. Бесценный дар. Такой резонанс, такая тонкая струна сердца, которую я настраиваю благодаря дарам, которые даровала мне. Жизнь и благодаря резонансу и встрече с музой, с Ениночкой, когда мы услышали это созвучие наших струн, и когда мы вместе стали строить уже это духовное партнерство, эта струна стала звучать, этот камертон в сердце, этот дирижер, который как симфония нашей жизни руководит. У нас с Ениночкой созвучие в словах, которые мы используем и в образах, это так радостно. И вот сейчас я услышала благодаря Анатолию это тонкое звучание, и когда Анатолий спросил, кто хочет услышать, у меня был ответ «все». Анатолия приглашает меня, аллилуйя. А можно и персонально, и потом все. Сегодня можно все абсолютно. Тогда, пожалуйста, голосовой портрет «Я хочу», чтобы был голосовой портрет Галины, спросили, что «я хочу». А выразила свое желание, чтобы всех голосовой портрет. И это наше совместное желание. Опять сердечная чакра, закрываем глаза, включаем ее, зеленое яблоко яркое, спираль внутрисеребристая и золотой ореол. Присутствует золотое сечение в обязательном порядке, гармонизация внешнего и внутреннего пространства. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо всем. Спасибо. 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 Спасибо.